Полубеспорядки начинаются на входе. Пабло Сантос уже просто не взял форму даже на стадион. Иван Игнатьев на синем BMW. Давай! Всем привет! Это снова Блок Фантазиста. Вот, сегодня эта аккредитация посетить свой последний матч. Рубин-Спартак. Это всегда афиша, но сегодня Рубин может быть выше Спартака в таблице по итогам сезона. Это очень круто. И вообще, я до этого говорил, что на матч невозможно попасть. Вот даже ощущается, еще полтора часа до игры. Очень много полицейских, напряженная атмосфера. Но на улице Чистопольска я видел минимум пятерых людей в цветах Спартака с шарфами, в красных футболках. То есть, клуб и стадион заявляли, что пропускать на стадион в цветах не будут. Посмотрим. Сейчас я уж пасти не буду, у входа каждого стоит смотреть. Просто посмотрим по реакции. На трибунах я вам все скажу. На журналистские места. Надо подняться на шестой этаж. Но шестой это не совсем шестой. Здесь один этаж идет за полтора. Так что это самый натуральный девятый. Ладно, раньше бегали по три раза за матч. Сейчас намного проще. Женщины секьюрити спросили, а где сын? Помнит меня? Приятно. Ну вот я снова один из первых на месте. В прошлых матчах перед играми с Оренбургом, перед играми с Локомотивом, я пел такие дифирамбы команде. Дифирамбы команде в ожидании сильного матча. Потому что мне казалось, что вот-вот-вот-вот-вот-вот рубил, что-то нащупал. Сейчас я не повторю этих ошибок. Хотя в футболе меня удивить нечем. Но, честно говоря, не жду концерта, не жду феерии. Жду очередных скандальных решений каких-нибудь судейских. Просто какого-нибудь срача в Твиттере. Ну, может быть, отмененный угол и завар. Больше ничего. Возвращаясь снова к завышенному ожиданию, вы знаете, что я же тренер сам. Любительская команда, легенда КГУ. И случилась такая дикая накладка впервые за долгое время, что наша сегодняшняя игра прямо в эти же самые минуты в 19.00 начинается на стадионе «Динамо». И сегодня в первый раз меня не будет на тренерской скамейке. Я очень сильно переживаю. Верю в пацанов. У нас тоже очень важный матч. Намного важнее, чем у Рубина. Верю, что пацаны справятся. Оставил Антона Филиппова за старшего. У нас сегодня должен быть боевой состав. Так что вот так. Буду время от времени смотреть, следить. Сюда, я имею в виду, за матчем Рубина-Спартак. А пристально следить буду за тем, как дела идут на «Динамо». Коллеги из пресс-службы Спартака сказали, что казанская полиция долго их проверяла. Но думала, что может быть какая-то подстава, что не может пресс-служба зайти отдельно, без команды, с рюкзаками. И хотел развернуть их. Ну, типичная такая казанский приказ, казанское исполнение. Но вроде бы с боем отбились. Еще бытует такое время, как бы мнение, что настроение в Спартаке сегодня не очень. Якобы у всех уже оно чемоданное. Думают. Начальник команды якобы сказал всем игрокам, как лучше свалить из города. То есть, с какого аэропорта, какие самолеты лучше вылетают. Конечно, на игру прям с собой, с чемоданами никто не приехал. Но, как только приедут в Москву, многие сразу взлетятся куда-то. Может быть, с этим связано то, что в составе Рубина. Нет сегодня Пабло Сантоса в основе впервые за долгое время. Сляцкого Ремовича и Старфельд в центре. Может быть, даже Пабло Сантос уже просто не взял форму даже на стадион. Не взял форму на матч с собой. А кто ему что сделает? Он сваливает. Ждем. Все-таки моя журналистская сущность не позволила сидеть мне на месте. И я снова иду к входу. Потому что все больше людей вокруг меня начали говорить, что какие-то полубеспорядки начинаются на входе. Людей действительно проверяют прописку. А некоторые говорят, что они снимают здесь квартиру. Якобы они там просто давно живут в Казани. На съемных квартирах хотят на матч. Их не пускают. Были даже какие-то полустычки. Поэтому я, кстати, видел полно людей уже на цветах с ППК. Может, даже будет организован какой-то сектор. То есть, из-за абсолютно ничего не значащего матча создали натуральную проблему, которая вообще не стоила выеденного яйца. Начались даже небольшие пробочки на входе. А еще 40 минут до игры. Хотя, лично я зашел. Обычно заходил за 20 секунд на матч. Вот там. Вон люди за моей спиной идут. Пересвет, отцвет. Сейчас посмотрим. Если меня не выгонят. А меня, конечно же, выгонят. Мне кажется, любой уважающий себя полицейский в толпе сразу сможет разглядеть приезжего болельщика. Буквально на лице написано, когда человек не из Сатарстана. Это довольно просто и очевидно. Вот. Я стоял тут 2 минуты. Никаких эксцессов особо не было. Но проверяют довольно тщательно. У женщин выворачивают сумки. Через ленту все. Там за воротами немножко собираются какие-то странные группы. Но они тоже все под контролем, под надзором. Поэтому я думаю, что... Я думаю, что ничего не будет на самом деле. Так шумно на Агбатс-арене в этом году еще не было. Айртон взорвал фланг левый. Прокинул самошник и умежду. Заработал штрафной. Спартак в последнее время обижают судьи. Поэтому вот малейшее вообще спорное решение. Сразу куча ревок, скандалов. На одном фланге, кстати, играет братьев Бакаев. Не сказать, что друг против друга, но... Давай, смотрим. Опасный навес сейчас будет. Сглобнены мяча. И Ларсен, кажется. Быстрее. Иван Игнатьев на синем BMW. Первый гол Ивана Игнатьева. Неужели... Неужели прорвет? Ну что, у нас первый тайм позади. Счет 1-1. Оба гола были забиты с пенальти. Ну что сказать. Спартак в этом сезоне так еще не судили. Он, наверное, в шоке. Все спорные решения. Рактуются в пользу гостей. Они, наверное, сами не ожидали такого. Но матч ничего не значит. Можно немножко бросить сочную кость Торсиде. Чтобы она слишком сильно не ругалась. Все это шито белыми нитками, на самом деле. Но у Рубина, как обычно, все строится через Хвича. Грузин лучший. Бил ножницами. Обыгрывает, лезет. Заработал пенальти, который реализовал Иван Игнатьев. Принято считать, что гол должен добавить уверенности нападающим. Ну, так обычно говорят. Посмотрим. Я лично не особо верю в этом. Но все-таки он бомбардир. Прогноз на второй тайм, мне кажется, почему-то все-таки Спартак победит. Не знаю. Чудеса творятся. Второй пенальти в матче бьет Спартак. Уремович привез на абсолютно ровном месте. Ох, эти паузы. Как говорил мой знакомый Кирилл Бабичев, левшам не доверяю. Первый раз он закатывал. Я думаю, что сейчас он ударит все-таки посильнее. Без шансов. Вратарь отдельный, мяч отдельный. 1-2. Только что пришли новости со стадиона «Динамо». К сожалению, моя команда проиграла. 2-3. Что-то я маленько расстроился, если честно. Говорят, что счет не по игре. Мы играли лучше. Ну, как это часто бывает. У нас сильная команда. Но вот имеем, что имеем. 2-3. Немножко виню себя в этом. В втором тайме матча «Рубина». Спартака ничего не происходит. Вот Зобнин воролся в штрафную неплохо. Обыграл, как обычно, встанет без головы. Двоих прошел, в третьем уперся. Валечки с «Рубина» зажгли фонарики на телефонах. Вы не видите этого, но поверьте, это очень красиво. Последний угловой «Рубина» в этом сезоне. Кульминация. Юрий Дюпин пришел в штрафную. Вот он в черном. 1-2. Честно скажем, «Рубин» сегодня не наиграл на победу, но чудеса случаются. Братари в Казани еще не забивали, конечно, да, Петрович? Я что-то не помню. Ну-ка. Хорошая поддача. Ой, момент! Ой, господи, момент-то был. Моментик был. Лежит кто-то, еще и все. Вот и все. Сезон завершен. Все видели. Нельзя обмануть футбол. Мы очень могли повторять эту фразу, но когда ты весь сезон боролся за выживание, и вдруг в предпоследнем туре тут маячит какие-то чуть ли не еврокубковые перспективы, надо все-таки оставаться на планете Земля при этом и понимать, что что-то в этом неправильно. «Рубин» сегодня был плох. Практически все корови «Хвич» и «Каратхемы», как всегда в том сезоне, сыграли ниже своего уровня. Ну, 10-е место, в принципе, это объективная реальность. Ждем, надеемся, верим. Это была последняя игра «Рубина» в нынешнем составе. Уже в августе увидим другую команду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова